Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря о данных по рынку труда канад. Этот релиз точно станет источником повышенной волатильности канадского доллара. По этой причине я рекомендую обратить внимание на пару доллар-канадец, который сейчас торгуется на отметке 1,3670. Учитывая то, что локально на рынке явное коррекционное настроение, мы видим локальное снижение курса американского доллара, доходности американских трежерис также идут вниз. И, полагаясь на ожидание сегодняшних данных по рынку труда, согласно прогнозам в прошлом месяце канадская экономика создала более 10 тысяч новых рабочих мест. Это очень сильно контрастирует с показателем двухмесячной давности, когда снижение было на 6,4 тысячи. Поэтому я допускаю, что сегодня до конца торговой сессии мы будем наблюдать за коррекционной динамикой пары доллар-канадец. Соответственно, американская валюта продолжит терять позиции, а покупатели канадского доллара могут компенсировать сейчас потерь, которые были понесены в последнее время. Напомню, что сейчас котировки 1,3670, есть потенциал снижения в район 1,36 и ниже. Из других фундаментальных отчетов выделить особо и нечего. Поэтому мы планомерно, друзья, готовимся к выходным и потом уже на следующей неделе к самому важному релизу последних недель. Это данные по инфляции в США. Показатели, которые точно расставят все точки над «и» и станут уже решающим аргументом, в том числе и для Федрезерва, в принятии будущих решений, касающихся ключевой процентной ставки. Индекс доллара сейчас 104,84. Протестировали сопротивление 105, после началась коррекция. Конечно же, с большой долей вероятности можно сказать, что вот этот коррекционный откат носит техническую основу. То есть трейдеры после состоявшегося очевидного ралли фиксируют профит и перед выходными закрывают позиции. Это обычно провоцирует обратную динамику. В данном случае мы видим то, что как раз после лонговых сделок, после растущего тренда пара ушла на снижение. Но мне, как продавцу доллара, не очень импонирует аргументация с отсылкой только лишь на технические факторы. Хочется, чтобы фундаментальный фон тоже имел приличную основу и влиял на формирование рыночных настроений. Фундаментальный фон последних дней, недель, судя по всему, не очень впечатлил продавцов, потому что даже несмотря на слабые макроэкономические отчеты, которые сказались на вероятности повышения процентной ставки, она солидно просела. Доллар все равно остался в лидерах роста. Причем на этой неделе очень многие объясняли интерес к доллару тем, что резко снизилась вероятность наступления рецессии в США. Даже помните прогноз аналитиков ряда инвестбанков, которые снизили ожидания по вероятности рецессии до конца этого года и в перспективе ближайшего года 12 месяцев. Но на мой взгляд, если строить, выстраивать торговую сделку по индексу доллара с отсылкой на вероятность наступления рецессии в США, если допускать, что американская экономика избежит экономического спада, то сейчас нужно покупать не доллар, а все, что имеет отношение к американскому фондовому рынку. Ну, те же самые фондовые индексы. Но если мы сейчас посмотрим на динамику фондовых индексов, то убедимся в том, что она, напротив, нисходящие все индексы уже не первую торговую сессию идут вниз, а доллар пользуется спросом. Что-то здесь не так, друзья. Может быть, рынок частично запутался. Комментарий представителей Федрезерва. Выступления на прошлой неделе и даже в рамках этой недели было достаточно, но мы так и не получили какой-то ясной позиции по тому, что же будет делать Федрезерв. Часть и голосующие члены по-прежнему поддерживают идею того, что ставку нужно снова повысить на 25 байсных фондов. Часть сомневается. И отчет по инфляции как раз должен нам помочь прояснить вот эту общую ситуацию. Напомню, что индекс потребительских цен в США находится на уровне 3,2%. Базовая инфляция составляет 4,7%. Я не сомневаюсь в том, что мы увидим продолжение снижения инфляционного давления, что убедит представителей Федрезерва в том, что сейчас нужно отказаться от идеи дальнейшего ужесточения монетарной политики. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность повышения ставки до конца года так и остается. Около каких-то рекордных, скажем так, минимумов за очень долгий промежуток времени 37%. В общем, жду дальнейшего развития нисходящей динамики. Золото котируется в районе 1925 долларов. Причем на этом уровне золото удерживается уже несколько торговых сессий подряд. Индекс настроений 50 на 50. Сейчас, то есть, как отмечалось ранее, настроения могут очень быстро измениться. Если доллар перейдет в коррекцию и вернется к развитию нисходящего тренда, трейдеры снова начнут по классике жанра толпой заходить в короткие позиции, и это спровоцирует уже обратное движение по золоту, рост этого инструмента. Сейчас могут быть похожие вещи. В данном случае я не рекомендую в текущих условиях открывать новые позиции, потому что по индексу настроения нужно дождаться более четких сигналов, когда действительно толпа будет в коротких позициях. Толпа это больше 70% трейдеров. Сейчас 50 на 50. Ждем, друзья, развития событий. Я думаю, что на следующей неделе будет сигнал на покупку, и я обязательно вам прокомментирую эту сделку. Нефть 89.34. Слабые данные по торговому балансу Китая стали причиной локальной коррекционной динамики, но слабые данные по экспорту и импорту Китая компенсируются данными по запасам нефти. От Американского института нефти, от Администрации антической информации запасы снизились. Поэтому после локальной коррекции я думаю, что нефть вернется к траектории роста и в конечном счете начнет цепляться за нашу с вами среднюю-долгосрочную цель 95 долларов за баррель. Доллар иена 147.25 после того, как пара окажется выше 148, по сути она уйдет в зону потенциальных валютных интервенций. Были сигналы уже от Банка Японии, что текущее давление на иену носит спекулятивный характер и не связано с фундаментальным фоном, поэтому держат руку на пульсе и готовы задействовать все, что есть в их арсенале. Присмотритесь к уровню 148 и потенциально выше. 148-150 это идеальная точка входа, на мой взгляд, на открытие коротких позиций в расчете на то, что вмешательство Банка Японии может очень быстро отправить этот дуэт активов к новым локальным минимумам. В прошлом году, когда вмешался Банк Японии, это было в районе 150 иен за доллар, и тогда пара ушла на развитие нисходящей динамики больше, чем на 1000 пунктов вниз. По поводу дуэт активов доллар-канадец, я уже отметил 1.3670 текущие котировки. Вполне возможно, что сегодняшнюю торговую сессию действительно пора завершить тестом о уровне поддержки 1.36. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!